Как же должен выглядеть идеальный город, по мнению урбанистов? Велодорожки, парковые зоны и в первую очередь удобство городской среды. Однако, возможно ли это осуществить в реалиях России, мы узнаем прямо сейчас, на примере большого провинциального города Ижевска. Если вам понравится видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А у микрофона воевода и мы начинаем. В славные советские времена Ижевска был мощным промышленным центром. Здесь работали лучшие специалисты страны, создававшие мотоциклы, автомобили и автоматы Калашникова. Но с приходом капитализма от былого величия не осталось и следа. Советские сооружения обветшали, и не хватало обслуживающего персонала, готовых работать за мизерную зарплату. Отчасти из-за этого и произошла трагедия в 2021 году. Начальник водоочистных сооружений Андрей Корнеев допустил ошибку при испытаниях, из-за чего произошла утечка хлора, которая сделала непригодным для жизни целый район города. Началась срочная эвакуация людей. На пароходах с минимальными пожитками их отправляли на другой берег Ижевского пруда. Их разместили в бараках и частных домах некогда популярного места отдыха под названием Волошка. Из-за огромного числа беженцев людям не хватает и жизненных условий, ни электричества, ни воды. Чиновники не придумали ничего лучше, чем построить угольные электростанции и свалки прямо в черте города. На переселение людей и создание для них условий ушли огромные деньги. 50 миллионов евро, дабы хоть как-то компенсировать расходы. В Волошке, которая отныне называется Новый Ижевск, были даны огромные льготы для промышленностей и частного бизнеса. Появляется огромное количество фабрик, мелких магазинчиков и забегаловок. На удивление этого оказалось недостаточно. В бюджете города едва ли осталось 5 миллионов евро. И налоги никак не могут покрыть расходы на обустройство нового города. Тогда больше половины земельных участков были отданы промышленникам и капиталистам. Городской бюджет, дойдя до полного истощения, начал пополняться. Только этих копеек было недостаточно для создания базовых городских институтов. Город был вынужден брать огромные займы в финских банках для того, чтобы обеспечить жителей школами, детскими садами, пожарными станциями и полицейскими участками. Взамен на это благоустройство жители получили значительное повышение налогов. Из 9 до 13 процентов льготы самозанятым вообще отменены. При этом содержание городских инстанций было минимальным. Только так огромная дыра в бюджете начала заполняться, как будто проблем с финансами было недостаточно. Городские отходы моментально загрязнили пруд. Из-за грязной воды люди стали попадать в больницы с отравлением и кишечными инфекциями. Всему виной послужила небольшая ошибка в проектировании канализации, из-за которой водяные насосы забирали воду чуть ли не рядом с водосбросом. Чтобы хоть как-то улучшить экологию города, власти приняли решение использовать как вторичное сырье хотя бы половину мусора, поступающего на свалки. Для озеленения улиц и жилых районов были созданы парки и зоны отдыха Ижевска. По всему городу в шаговой доступности были построены парки и скверы, для которых зачастую приходилось носить старые жилые бараки. Но мнение жителей никто не спрашивал. Несмотря на то, что администрация Ижевска принимала все усилия для благоустройства города, с точки зрения урбанистики он продолжал оставаться настоящим адом. Ведь это сплошная и совершенно хаотичная одноэтажная застройка. Большинство одноэтажных зданий – это бараки, в которых ютятся попейшие семей. Любая катастрофа в виде лесного пожара, и половина города могла бы сгореть вместе с жителями, если бы не героизм пожарных. В 2023 году новый Ижевска рос как на дрожжах. Жилые одноэтажные районы появлялись один за другим. За полгода территория города увеличилась вдвое. Администрации города пришлось создавать необходимые транспортные условия. Для перевозки жителей был создан таксопарк и автобусное депо. Нет ни малейшего смысла в автобусах между жилыми районами. Их главное предназначение будет возить людей до заводов и обратно. Иначе зачем еще они нужны? С увеличением населения города значительно выросли и доходы. Каждую неделю в бюджет поступает 9 миллионов евро. И город может замахнуться на что-то серьезное. Судьба нового Ижевска была весьма туманной. В будущем он мог бы остаться типичным русским провинциальным городом. Если бы мэр города Олег Бекмеметьев не пригласил из Финляндии знаменитого урбаниста африканского происхождения Илью Ваарламова для строительства нового района на другом берегу пруда. Сюда ведет старый железобетонный мост Воложки. И более идеального места для создания района не найти. Строительство идеального района начинается с коммуникаций. Экологичная канализация должна обеспечить водой до 30 тысяч людей. И при этом не загрязнять воду. К сожалению, в игре Небесной линии городов 1 не существует идеальных дорог. Поэтому предпочтение будет отдано шестиполосным и четырехполосным дорогам с велодорожками. Из-за этого не везде на дорогах есть островки безопасности. От них придется отказаться, дабы избежать пробок. Основой нового района будут жилые зоны высокой плотности, коммерческие и деловые комплексы. При этом кварталы поделены таким образом, чтобы внутри каждого из них было место под парковку, зеленую зону и, конечно же, место для проведения отдыха и досуга. Конечно, основой кварталов станут многоэтажки, но это многоэтажки, в которых жить удобно. Район по-прежнему зависим от своего одноэтажного родителя. Дабы сделать его полностью независимым, была построена большая республиканская больница. В этом же квартале, который расположен между дорогами с островками безопасности, были построены все школы, от начальной до высшей. А венцом местной системы образования стал знаменитый Удмуртский государственный университет имени Билли Херрингтона. Только сравните этот старый, убогий Устиновский район, застроенный одноэтажками, в котором минимальное удобство для жилья и вечные пробки. И этот новый, замечательный район многоэтажек на Берша. В нем, кажется, есть все необходимое, от велодорожек и парковок до парков и зеленых зон. У этого района есть только один существенный минус. До сего момента снабжение электричеством осуществлялось за счет угольных электростанций. Но разбогатевший район теперь вообще может отказаться от них. В пользу современного чуда, экологичной энергетики, солнечной башни, ей даже не нужна постоянная солнечная погода. Энергии, накапливаемой летом в конденсаторах, будет достаточно для электрификации района в течение всего года. Для жителей района на Берша огромной проблемой было шоссе имени Тимофея Калашникова. Из-за вечной пробки на мосту через Волошку, оно создавало шум для шести кварталов. Конечно, можно было бы увеличить мост и уменьшить нагрузку. Но зачем этот мост вообще нужен, если оба района города целиком автономны? Да и неприязнь жителей двух районов начинает нарастать, из-за разницы в доходах и разницы в благоустроенности. Поэтому Воложский мост, соединяющий два берега Нового Ижевска, было решено снести. Одноэтажный Ижевск остался на призвол судьбы, и это внесло еще больше разлада между жителями города. В районе на Берша мало было создать комфортную городскую среду. Теперь необходимо обеспечить условия ее поддержания. В основном политика города будет направлена на вторичную переработку отходов и поддержание чистоты парков и зон отдыха. Дабы уменьшить урон экологии от автомобилей, людей вежливо попросят пересесть на велосипеды. Не зря же для них были построены велодорожки. А чтобы люди не бунтовали из-за слишком радикальных изменений, району будет дан статус элитного. Две автономные части города недолго жили в спокойствии. Проблемы начали накапливаться как снежный ком. Левый берег Хаоситов постоянно страдал из-за перебоев с электричеством, а значит и из-за перебоев с водой. Как люди продолжили там жить в нечеловеческих условиях, остается загадкой. На правом берегу урбанистов, в магазинах и деловых центрах, появилась сильная нехватка товаров. Как будто мы живем при коммунизме. Чтобы в магазинах были товары, был создан огромный промышленный район. Здесь выращивают все необходимое простому жителю города Ижевска. Свинину, картошку и бананы. Снабженный всеми необходимыми товарами, Новый Ижевск рос быстрыми темпами. А население выросло настолько, что Новый Ижевск может спокойно составить конкуренцию старому. Удивительно, что в таком огромном городе нет и ни единой достопримечательности. Поэтому на въезде в Новый Ижевск было построено его главное достояние – ресторан KFC. А если без шуток, то лесная окраина города стала центром мегапроектирования. Здесь появились сооружения, на фоне которых многоэтажки просто теряются. Центральный парк, огромный офисный центр и, конечно же, оперный театр. В будущем эта окраина станет великолепным центром города. Теперь Новый Ижевск от становления урбанистическим идеалом отделяет только старое одноэтажное прошлое. И его необходимо уничтожить. Все одноэтажные бараки на левом берегу будут снесены. Местных жителей, независимо от их желания, переселят в новые районы с велодорожками. Одноэтажные части города более не существует. Все, что от нее осталось – это кладбище, свалки и выжженная земля. Без этого пятна на репутации отныне Новый Ижевск является идеальным урбанистическим городом. Только как-то слишком он начал выделяться на фоне остальной России. Поэтому сразу после избрания Ильи Ваарламова новым мэром проводится всенародный референдум о присоединении к Финляндии. Взамен финские банки обещают списать долги города. Только неожиданные для властей и для жителей города вариант присоединения к Финляндии набирает 146% голосов. Финский десант триумфально входит в Новый Ижевск и проводит парад на центральной площади. Немногие недовольные присоединением люди были арестованы прямо на митинги и депортированы назад в Россию. Для того, чтобы отделиться не только в переносном, но и прямом смысле слова, были приглашены украинские специалисты. Им не впервой выкапывать огромные водоемы. И перед ними была поставлена задача отделить Новый Ижевск по суше с помощью водного канала. Однако этой мечте было не суждено сбыться. Российские власти подорвали атомную бомбу на дни Ижевского пруда. И огромная волна, вызванная взрывом, уничтожила Новый Ижевск. Так заканчивается и история нашей урбанистической утопии. Обязательно пишите в комментариях, чего вам не хватает в этом видео. И хотите ли вы еще видео по сети Skylines. Отдельное спасибо Алексею Котову, Матвею Новикову, Кириллу Казакову, Гостеру Чаннелу, Вите Черту, Никите Грызлову, Семсагаде, Сайберслату, ОлПСД, Аудиокэпу и Мимоконсерве. А с вами был Воевода. Спасибо за поддержку. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok